В Перми сегодня начался конкурс музыкальных коллективов «Живая нить». Он проходит в рамках форума национального единства. Своё творчество, песни и пляски представили гости со всей России, от Дагестана до Ямала. Лучшие номера увидел и услышал Максим Лабутин. Видеть видела, но вживую ещё никогда. Гина Давидовна, впервые попав на форум, смогла приобщиться к культуре, которая когда-то её заинтересовала по телевизору. Вы знаете, я мимо прошла и вспомнила, что я видела вот эту женщину, которая говорила, что я из Ямала, что я привезла чум. А здесь ещё и поучиться есть чему. Казалось бы, просто игрушка, но когда-то такая вещь считалась сильным оберегом. Да и сегодня далеко не так проста, как кажется. Очень интересно их изготавливать, делать вот, например, косы, делать из неё девушку или делать из утиного носика куклу-мальчика. Главное зрелище второго дня форума начинается ближе к вечеру. Конкурс музыкальных коллективов «Живая нить» сводит на одной сцене разной культурой совсем непохожих народов. И станет спокойной, спокойной. Это, наверное, одна из самых популярных фигур на форуме. Екатерина профессионально занимается ненецкой музыкой. И, несмотря на внешний антураж, не имеет никакого отношения к религиозным культам. Шаманский будет? Нет, это именно не шаманский, а именно мой основной атрибут. Шаманский нельзя? Шаманский, да, у нас, как говорится, нельзя. Ну а тем временем не прекращают свою работу серьезные секции форума. В фокусе Федерального агентства по делам национальностей место и роль современного казачества. Планы есть, стратегия создана. Все для того, чтобы вспомнить, кто такой настоящий казак. Казачество всегда верой и правдой служило России. Казаки – это русские, это русский мир. Ответы на большой нацвопрос по-прежнему продолжают искать здесь, на площадках форума национального единства. Один из них можно увидеть прямо при входе. Национальные наряды татарок, мариек, русских, компермячек – такие разные, но одинаково прекрасные. Максим Лабутин, Владимир Кириллов, Вести Перю.